20 североказахстанцев отправятся в Алма-Атинскую область, чтобы исполнить свой долг перед Отечеством. В Департаменте по делам обороны состоялась торжественная церемония проводов солдат. Подробности далее. С 1 сентября в области стартовала осенняя призывная кампания. Ежегодно в воинские части гражданской обороны Семипалатинской, Карагандинской и Алма-Атинской области призываются около 400 человек. Сегодня в воинскую часть 28-237 имени Героя Советского Союза Бауржана Мамышулы отправятся 20 человек из Североказахстанской области. Основными требованиями, говорят в части, является хорошая физическая подготовка и желание самих призывников служить Родине. В количестве 20 человек призывников набрали и сегодня уже отправляемся в Алма-Атинскую область, в Жамбутский район, в село Узнаваш, в воинскую часть, для прохождения дальнейшей имени службы. По приезду у них в течение месяца будет организован учебный пункт, где основные азы военной службы они будут изучать. Затем после месяца подготовки у них будет военная присяга, после военной присяги распределение по ротам, батальонам, по подразделениям. «Хотим пожелать вам успешной службы. Этот год пролетит очень быстро, и вы вернётесь настоящими мужчинами, крепкими, сильными, мужественными. Желаю вам служить добросовестно, честно, отдавая свой долг Родине». Каждый год со всего Казахстана на службу в воинскую часть 28-237 призываются порядка 200 человек. Из них в настоящее время от нашей области службу проходит 70 военнослужащих. Накануне такого ответственного этапа в жизни молодых людей пришли поздравить родные и близкие. «Провожаем племянника Илью. Желаем ему хорошей службы, успехов. Будем ждать его. Надеемся, что год пройдёт быстро, чтобы пришёл мужественным, отважным. Мы надеемся на хорошую службу». «Сегодня провожаем сына в армию. Конечно, сейчас у меня улыбка, но на самом деле волнуюсь, очень сильно переживаю. В общем, надеюсь, что всё будет хорошо». «Провожаем двоюродного брата. Ну, это первый человек, которого мы в семье провожаем в армию. Очень волнительно, конечно. Ну, я думаю, что они не посрымят». Также специалисты отметили, что с каждым годом растёт число желающих добровольно пойти на воинскую службу. «После прохождения срочной воинской службы каждый призывник, если у него есть желание, может остаться на воинскую службу по контракту. Заключить первый контракт о прохождении воинской службы сроком на три года. Ситуация по осеннему призыву на территории Североказахстанской области благоприятная. На данный момент мы завершаем комплектование Вооружённых сил Республики Казахстан. В сентябре месяце мы проводили формирование пограничной службы Комитета национальной безопасности. На данный момент всё идёт по плану. И то необходимое количество призывников, которые требуется призвать на сегодняшний день, Департамент по делам обороны нашей области выполняет в полном объёме. Отбор проводим своевременно и к качеству». Осенний призыв будет завершён 28 декабря. Последний этап призыва – формирование воинских команд национальной гвардии. Он начнётся с 21 ноября. На сегодняшний день из областного сборного пункта уже отправились 17 воинских команд. Это около 320 человек. Они проходят службу в разных регионах Казахстана. Анна Федорович, Адиль Нуржанов, Служба новостей.